друзья всем здравствуйте это канал и поиграл и сегодня я переезжаю наконец-то таки в новый пока корпус от винга бренд винга зарегистрированный в украине видимо производства я не знаю в китае нет но бренд существует уже довольно таки ну по моим наблюдениям и так 5 точно в общем долгожданная обновка у меня до этого был mini tx корпус от бренда cube с названием кор ядро вот правил сам не очень этот корпус маленькие 3 закаленных стекла с трех сторон размер куба буквально 30 на 20 сантиметров но размеры как раз и инженерные халатности в том плане что как разместить правильно всяко плектующие чтобы они не перегревались в итоге исход такого что мне это надоело и придется с кубом прощаться моей целью было достичь максимально минимальной цены и при этом удовлетворить свои потребности в плане пока корпуса и так и цена в районе трех тысяч рублей либо же полторы тысячи гривен может быть даже с доставкой и сейчас можно посмотреть вот все 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 характеристики данного корпуса забегая вперед скажу что три кулера на вдов 120 либо два 140 2 на выдов 120 кулера также есть возможность установки водяного охлаждения либо сверху двухсекционного либо снизу трехсекционного спереди возможно даже можно установить толщиной в 360 миллиметров если верить моим замерам спереди идет москитная сетка да мы не пробились камеры и все за что вы переживаете что может попасть корпус но это шутки шутками а на самом деле есть полевой фильтр передняя часть легко снимается как и на старых корпусах то есть анти снизу и достается передняя часть корпуса ее можно продуть не знаю кисточкой чем угодно по поводу больших блоков питания возможно как-то придется передвигать салазку под жесткие диски в принципе не проблема просверлить пару дырочек и установить немножечко в другом месте внутри хватает места для установки от x материнки и tx и любых любых форматов все будет помещаться в этот замечательный корпус сейчас вы можете наблюдать процесс пересборки а точнее разборки старого корпуса q-core и финале вы увидите как он выглядит я бы весь этот процесс бы полностью целиком показал но я наснимал очень много материала просто хронометраж слишком большой сомневаюсь кто-то хочет смотреть более получаса то как я все это разбираю вот а в конце я покажу корпус и как все переехала в новый корпус от винга под названием бинга гост вот в конце покажу все 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 прелести принципе вот буквально чуть подождите через минутку как раз он появится именно новый корпус я вам покажу старый и затем сразу новый поэтому если кому не интересно перемотайтесь интересно посмотрите я ускорил время вот очень сложно доставать все из старого маленького корпуса любое обслуживание это все всегда проблема очень долго нет специального стола спина очень сильно устает это правда поверьте очень не хочется лишний раз туда залазит старый корпус и такие вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вау! Эффект был реально от внешнего вида. О, как бы, стопроцентный, 200%, даже 300%, потому что это в 10 раз лучше, чем я ожидал. Теперь нам предстоит пересобрать все в новый корпус. Попутно я щупал каждую деталь и просто удивлялся от того, что эти деньги есть такого качества. Пылевые фильтры снизу для блока питания, пылевые фильтры спереди, просторные, удобно собирать, есть потенциал для видеокарты, она не задыхается. В кулере будет установлена только на выдув одна вертушка. И все температуры я покажу вам в конце, в игровом тесте. Будет интересно. Под финал видео и обзора, и сборки, и все-все-все вместе. В новый корпус от Винго, ГОСТС, скажу, что никаких проблем в процессе сборки не было. Все помещается. Есть запасные несколько болтиков, если вы что-то потеряли, все в комплекте есть, для материнки есть, для материнской платы. Для видеокарты не понял как, но просто нарезал резьбу самим болтиком. Прикрутить, прикрутил. Там есть еще специальная заглушка, она тоже как бы держит видеокарту, просто в том, что болтается. Вот это единственный, наверное, такой косяк, скажем так. Но нету резьбы для самого болтика, я что-то не понял. Все перебрал, все смотрел, но ни один из них не подошел. Взял, который подходит к материнской платье, по-моему. Им аккуратно закрутил. Если что дергать, надеюсь, что не буду. В общем, игровые тесты в конце. Покажу температуры, расскажу, какой получился результат. И покажу, как можно закастомить сборочку. То есть, так она более аскетичная, строгая. А если установить три вертушки и одну еще наверх на выдув вертушки от Винга, можно будет регулировать обороты, можно будет регулировать подсветку, какую захотите цвет. И корпус заиграет совсем другими красками. Игровой тест будет проводиться с помощью игры Scorn. У меня какая-то такая традиция, для себя я тестирую. До появления корпуса, скажу, что температура на процессоре с этим охлаждением, с новым, потому что оно переехало. Оно бюджетное, оно мне не подходит. Я поспешил. Это, конечно, была... Я обосрамшись, как говорится. Ситуация была поспешная. Покупка. Ну, так получилось. Не планировал я корпус новый купить. Вот. В старом корпусе температуры были где-то градусов на 8 больше у процессора. А у видеокарты достигала температура до 72. Там, в том корпусе. В этом же вы сейчас посмотрите сами. Все увидите. Удалось на видеокарте больше 10 градусов сбить. И также процессор перестал греться выше 60. Иногда 58-55. Учитывая то, что охлаждение стоит на стандартной скорости, режим Silent или режим Normal выбрал я в биосе, так как не регулируется трехпиновый коннектор. То есть не разгоняется кулер. До своих 1800 оборотов. При стандартном, так же как работает просто Windows и видео, так же скорость не повышается у кулера процессорного. И в новом корпусе удалось достичь температуры максимальной при игре до 60 градусов. В то время как в старом корпусе она могла достигать 70 градусов. Ну там иногда бывает какая-то погрешность. Но мне очень важна именно игровая. Игровые показатели вернее. В конце обещал поговорить про кастом. Как же этот корпус аскетичный превратить в более живое игровое состояние. То бишь он был бы похож на геймерский. Используйте кольцевые вот такие кулеры. Очень красиво смотрится, как по мне. Если у меня будет возможность, все пацаны меня будут поддерживать. Поэтому поставьте лайк. Подпишитесь, если вам нравится видео. Я так же постоянно делаю стримы по различным-различным играм. Заходите на канал. Если пацаны будут поддерживать донатами. И спасибо за этот корпус фастритоначу Александру Арсенову. Фастритон привет Александр Арсенов. Вот. В планах купить такую подсветку я буду доволен. Спасибо. Ставьте лайки. Комментируйте. Какие вы покупали корпуса для себя. Какие минусы встречались. Отмечу, что хотелось бы даже немножко его по высоте поменьше. Мне от X материнская плата туда не нужна. Вот. Но зато можно установить водяное охлаждение. Я корпусом доволен. Пацаны, спасибо. Всем я поиграл. Увидимся на стримах. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.